хочу вам представить вот эти два новых аппарата эти машины совсем новой разработки это не выставочные образцы это действующие машины они уже прошли полный цикл тестирования и проверки качества эти партии уже идут к нам в россию мы в конце наверное этого года уже начнем их продавать и остановимся с вами сначала на вот этой первой машине называется она аркад 40 f это обычный плазменный резак но со встроенным воздушным компрессором который позволяет вам быть относительно свободным от источника воздуха и подключившись непосредственно к сети 220 вольт вы можете сразу приступить к разрезанию вашего стального листа интересно компрессор не нужен но лист такой толщины возможности по толщине разрезаемого места мы рекомендуем 78 по стали это максимальная толщина крейсерская это 6 максимум 7 миллиметров зависимости от состава количество углеродов стали до насколько он мягкий что-то может и семерочку резать довольно быстро если это высокоуглеродистая только шестерочка можно вопрос компрессор обеспечивает постоянную работу или надо ждать пока он накачает нет здесь компрессор работает постоянно здесь ресивера нет внутри сам понимаешь да поэтому он работает постоянно специальники перерывов делать не надо воздуха здесь хватает и я хотел бы акцентировать ваше внимание на одном очень важном моменте примерно 10-15 лет китайские производители предлагали уже аппараты в со встроенным компрессором и сначала эти машины вызвали очень большой оптимизм очень большой был спрос хорошие продажи но через некоторый период после эксплуатации и печального опыта эксплуатации этих машин выяснилось что компрессор который установлен в этой машине был скажем так неудачной конструкции он во время работы создавал очень большое количество конденсата этот конденсат поступал гора в горелку и вызывал преждевременный выход из строя электродов сопла и катод и намучившись таким образом потребитель как и следовало ожидать проголосовал рублем да он перестал их покупать эти машины из продажи исчезли учтя вот этот печальный опыт нами был привлечен к разработке этой машины специальный авиационный инженер андрей маленковский вот который в тонкости понимает работу с компрессорной техникой он изменил точку росы этого компрессора внес несколько рациональных рационализаторских предложений и мы смогли добиться того чтобы снизить количество конденсата внутри этого аппарата в три раза то есть кардинально благодаря этому соответственно увеличился ресурс всех электродов которые вы используете потребитель благодаря его достаточно квалифицированному подходу мы изменили и входные фильтры компрессора раньше для того чтобы их поменять до приходилось вскрывать аппарат выкручивать разводным ключом вот такие гайки огромные металлические потом эти фильтры они были из металлической сетки вымачивать в растворителе представляет какая была пытка да у людей естественно людям было делать это все не хотелось да они просто плюнули и выбросили к чертовой матери эти аппараты вот это все учли и мы поставили сюда сменные быстросъем фильтры воздушные до низкого пневматического сопротивления до обратил внимание вот этот вот интересный фильтрующий элемент одноразовый сменный ради бы да ничего особенного да вот что было сложного сразу сделать вот такую интересную штуку наше испытание мы проводили циклы непрерывного непрерывной работы этой машины 400 часов на отказ у нас получил средний это довольно много когда непрерывно машина вот так вот работает несколько дней не прерываясь и в общем мы сочли возможным запят запустить производство эту машину учитывая цену до очень доступную до для этой машины мы надеемся что продажи этой техники будут у нас очень очень неплохими так коллеги обратите внимание очень достойный аппарат для плазменной резки я бы сам себе такой с удовольствием купил и кстати знаешь вот даже если мы предположим да этот ужасный вариант когда у нас все-таки взял и сгорел компрессор прошлой машине ну пришлось бы этот аппарат конечно утилизировать да в этот раз мы сделаем волшебной кнопочкой вот так подключим шланг от наружного компрессора да и будем эксплуатировать просто от наружного источника воздуха и все машину ни в коем случае утилизировать при этом не надо либо другой вариант когда мы захотим резко поднять производительность до этой машины мы можем использовать высокого давления входной контур воздушный это же подключив его просто увеличим производительность этого аппарата толщину до реза можем довести его до 8 9 10 миллиметров в зависимости от возможности состроенный компрессор наверняка большое давление не даст к сожалению да а если подключить мощный компрессор соответственно мы можем врезать стали больше толщины но здесь даже значит не давление больше играет роль объемная подача до производительность компрессора а он здесь маленький достаточно сожалению мы не можем его увеличивать до бесконечности следующая машина это аппарат плазминной резки как правильно называть да спектр 100 это конечно уже промышленная индустриальная машина профессиональный аппарат для резки толстых листовых заготовок толщиной до 30 миллиметров конечно это промышленный аппарат чего говорит цена выдает его с головой питание трех фаз и у него две очень важные функции которые заставили нас обратить на него внимание первое то что кроме обычного подключения ручной резки его можно поставить на станок чипу у него сзади два разъема cnc контроллер подключается к китайским любым станкам и можете использовать его на производстве как источник второй очень интересный момент у этой машины в том что здесь есть режим резки сетки ну или называть перфорированного металла до сей поры у нас все аппараты вот эту функцию к сожалению не имели и если мы говорим про промышленные резаки алгоритм был такой ты нажимаешь кнопочку управления на горелке да у тебя загорается пилотная дуга ты подносишь к материалу пилотная дуга переключается автоматически на рабочую ты режешь металл металл кончился дуга упала все для того чтобы снова тебе начать процесс резки тебе нужно было опять нажать кнопочку включить осцилляцию осцилляция включала пилотную дугу и опять по новой да это было долго мучительно и кроме этого у нас был повышенный расход электродов потому что каждая осцилляция оставляет на поверхности электродов повреждения микро да и сокращает ресурс у этого аппарата все немножечко по-другому мы точно также для начала работы нажимаем на кнопку управления горелкой у нас происходит осцилляция включается пилотная дуга мы подносим горелку к заготовке нашей рабочей до включается рабочая дуга мы отрезали кусок металла нужный нам и когда металл заканчивается процесса падения дуги не происходит она просто переключается снова в режим пилотной дуги и вот это понимаешь резко увеличивает ресурс и аппарата и расходных материалов и главное увеличивает производительность нам не нужно все изначально вот наши такие вот нажатия до осцилляции вот это запускать мы можем без конца нажав один раз кнопку на горелке резать весь день и ничего не признают пруток да абсолютно без разницы очень хорошая штука любой перфорированный материал мы можем резать до коллеги для производства можно рассматривать даже для небольшого кого-нибудь цеха вполне вот тут масса регулировок до целый вот у нас меню да ну профессионалы разберутся сразу большая вот регулировка длительности продувки после резки до когда вы можете хорошо качественно охладить электроды чтобы опять же сберечь их ресурс поэтому мы рекомендуем этот машина появится уже концу года в начале мы года точно будем уже продавать и и мы очень обращаем ваше внимание вот на эту технику класс ну про эти аппараты я рассказывать не буду мы на них уже останавливали свое внимание да а вот это перспективные разработки которые мы ждем в начале следующего года это аппараты селсиди до популярная уже фишка наверное сварочных аппаратов это конечно машины экспертного уровня наш основной партнер и поставщик сварочного оборудования завод риланд нам для вот этой выставки прислал эти машины конечно это не бытовой сегмент это машины экспертного уровня еще раз повторю очень простой доступный понятный интерфейс который не вызывает никаких затруднений при выборе режима сварки при настройке любого параметра можно сохранять процессы в памяти здесь есть жопы да здесь конечно есть режим пульса есть режим двойного пульса здесь масса дополнительных функций и одна из таких приятных вишенок на торте это возможность использования горелок спулган если вы варите алюминий если вам нужно на большое удаление до достать до материала какого-то вы можете подключить сюда 8-метровую горелку и использовать ее уже в работе на у нас к жилье раньше таких аппаратов не было это вот начало от следующего года первый квартал я думаю что мы эти машины тоже уже получим для продаж 2 новых аппарата аргон дуговой сварки это аппарат постоянного тока импульсном и аппарат и сидите говорить может постоянные перемены переменки да тоже импульсный вот ну да если вам надо варить алюминий то вот это да а если нержавейка то нет говорить правильно знаешь так это не варит все металлы кроме алюминия и его сплаву да а это варит все металлы просто так и даже магниевые сплавы может варить ну главное конечно и привлекательное в этих аппаратах это lcd экран алгоритм управления это конечно синергетические машины экран довольно качественно очень красивый да здесь 64-битный контроллер стоит продвинутый очень ну завод рилан он достаточно известный производитель поэтому он не может себе позволить до выпускать какие-то не до образцы это хорошие машины которые они уже продают на внутреннем рынке китая сейчас будет возможность и нам присоединиться к клиентской базе этого предприятия я хотел бы особое ваше внимание обратить на один интересный аппарат рад представить вам новое изделие которое мы уже получим в начале декабря партия этих машин уже куплено и поэтому осталось ждать совсем чуть-чуть значит что это за машина это аппарат плазменно-дуговой резки со встроенным компрессором мы с вами говорили там про сорока амперный аппаратик маленький до бытовой это машина индустриального уровня там стоит тихий безмасляный компрессор тоже индустриального уровня с высокой производительностью и главное с большим ресурсом мы этому внимание уделили огромное количество времени значит в чем была проблема всегда в создании таких машин дело в том что производители компрессорной техники в китае да они не могли создать мембраны с большим ресурсом и поэтому произвести промышленный образец они не могли очень быстро компрессор выходил из строя к сожалению довольно известный факт что межсервисный интервал для обычного коаксиального компрессора это 300 350 часов производитель конкретно этой головки компрессорной для этого плазмореза гарантировал нам вдвое больший интервал 600 700 часов наработки без рекламации то есть до т.о. значит что позволяет потребителю эта машина подключив к сети 380 вольт вы можете совершенно не беспокоить об источнике тока резать сталь до 30 миллиметров и быть относительно независимым в рабочей площадке до нас таких аппаратов ну насколько я знаю никто не предлагал мы надеемся что этот аппарат найдет очень быстро своего потребителя однозначно промышленные стройки это точно наши друзья кроме этого у него в комплекте сразу идет 10-метровый резак штатный на наших аппаратах обычно 5 6 метров до здесь вдвое больше хороший надежный 10-метровый резак по 80 который всем хорошо известен даже если коллеги знаете бывают цеху компрессор стоит на него начинают навешивать и стационарный плазморез вешают на него и всякие гайковерты шуруповерты бормашины все вешается на этот компрессор если вы купите такой плазморез он не будет отнимать ресурс вашего стационарного компрессора за в нем уже встроен нормальный адекватный компрессор ну я хотел еще знаешь заметить одну очень важную вещь свое время мы участвовали в работах по реконструкции высотки мида москве и столкнулись с тем что на огромную высоту надо было поднять резак чтобы срезать металлоконструкции там они здорово обвечали мы тогда поставили для ремонта плазморез наш довольно известный популярный air force 80 и представляешь компрессор да с огромной подачей не по лестницам не в лифтах никак его было туда не доставить просто потому что там везде узкие ходы чердачные вот эти вот переходы да а он весит на почти 100 килограмм представляешь да то есть такая была проблема подъемным краном компрессор поднимать на сумасшедшую высоту для теперь как бы вот этот вопрос решился бы ну вдвое проще если была вот такая вот машиной могли бы конечно вот это реконструкцию осуществлять таким аппарат на лифте поднял куда можно по лестнице вдвоем ему вполне можно было заточить довольно даже узкий проем без проблем но подцепил сети и режь сколько обрежь мы его тестировали честно скажу 400-часовые испытания он выдержал просто мы разобрали компрессор посмотрели от диктовали его мембраны пришли к выводу что они вообще нисколько не изношен сколько он может проработать непрерывно мы не знаем но явно огромное количество времени судя по тому износа которые мы увидели практически был нулевой это 400 часов но это правильно сервисе какой не допустим если поменять компрессор ну естественно просто рилан такой завода он не может себе позволить не обеспечить нас расходными материалами конечно мембраны вот эти вот расходные детали мы получаем полном объеме и будем комплектовать и наши сервисы если вдруг что-то случится конечно мы отправим и напрямую любому клиенту наши если сложится такая ситуация она конечно не должна произойти компания аврора наверно еще одна машина которая заслужит нашего внимания сейчас я просто принесу довольно простая машинка на учет простой аппарат на 250 ампер рассчитанный для трехфазный или двухфазный это однофазный для производственных нужд для скажем предприятия которых есть реальный бюджетный дефицит когда вот есть необходимость купить машину для производства да но предприятие сталкивается с дефицитом средств у нас были такие случаи когда ребята говорили ну вот нам ну не нужны ваши эти все навороты сделать это очень простую такую ну доступную по деньгам машине и мы сделали тех задания на нашем заводе еще года два назад долго ждали и вдруг вот неожиданно реально для меня вдруг нам присылают образец говорит то что мы сделали по вашему заданию машину на базе аверман почему аверман выбран был ну потому что он самый безотказный он даже и похож внешне да 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 только добавили два окошка да с индикаторами для удобства и добавили возможность ставить и уже 300 миллиметровая катушка и это тот же самый самый надежный и ресурсный мосфет я хочу заметить что смотри обрати внимание здесь использован тот же самый подающий механизм тоже червячный редуктор который показал себя самым надежным и самым тяговитом у него колоссальный момент на роликах и мощный двигатель там 80 ватт почти 5-метровые горелки пожалуйста нет никаких проблем даже если у вас проволока уже коррадировала старые даже ну бывает у нас такой это завалялся все равно этот аппарат этот пм сможет продернуть его то есть заложен в этот аппарат все самые необходимые все самое нужное для производства при этом очень демократичная цена если посмотреть аналог у нас в производственной линейке да это будет аппарат спидвей 200 он стоит около 50 тысяч вот мы ждем что этот аппарат будет стоить на четверть дешевле все-таки это такое достаточно существенное снижение цены а возможности практически не пострадали привет да он может быть выглядеть немножко не так красиво да немножко простовато да но для производственных необходимости я думаю это не самое страшное что может быть согласись вот поэтому я думаю что мы сейчас проведем его комплексные испытания до конца года и в начале года мы уже будем баловать наших потребителей этой машины простая коллега рабочая лошадка очень надежная воде надел самое интересное мы наверно посмотрели я могу только пригласить вас на 8 8 центральной в петербурге обязательно приедем если будет такая возможность звонить и конечно мы вас будем рады видеть поедем да обязательно покажем все пока задарим станислава очень-очень такой объемный профессиональный обзор своего оборудования он нам предоставил коллеги ссылочка будет внизу переходите кому надо выбирайте приобретайте компания давно на рынке давно известно очень много положительных отзывов я сам сужу по отзывам моих подписчиков у нас телеграме чат раз в день однозначно упоминается аврора аверман однозначно поэтому коллеги давайте надолго не прощаемся мы поехали дальше всем пока всего хорошего пока а